Добрый день дорогие друзья! Мы с вами снова отправляемся в кулинарное путешествие. Последний раз мы с вами были в Бельгии, сегодня отправляемся в ее ближайшую соседку, в Нидерланды. Сегодня в нашем меню два замечательных блюда. Конечно мы все знаем, что кухня нидерландская или голландская, как мы привыкли называть, не отличается особым разнообразием. Сыр, селедка, то что я совершенно исключаю из сегодняшней программы. Будем готовить то, что есть каждый день в любом доме у любой хозяйки. Это знаменитый голландский горчичный суп, который носит название Гронингерский суп, потому что, как утверждается, что когда-то впервые он был придуман там. Ну и конечно знаменитый бюдж-пот. Это второе простое деревенское блюдо, связанное с очень знаменитой легендой голландской истории. Вы все знаете, когда Голландия объявила войну за независимость, так называемая 80-летняя война. В 1574 году в мае месяце город Ляйден взяли в осаду в плотное кольцо испанские войска под руководством кровавого герцога Альбен. И эта осада будет длиться больше чем полгода. Жители города в это время съедят все, даже траву. И как гласит легенда, 3 октября 1574 года, когда гезы под руководством Вильгелия Маоранского взорвут шлюзы и хлынет вода на город, смоет испанский лагерь и первыми обнаружат под деревом железный горшок с едой. Голодные-голодные ляйденцы. И вот этот гюч-пот, в нем будет морковь, мясо, лук и тогда пастернак, потому что тогда еще картошки не было. Это его позже заменят на картофель. Вот. С тех пор, каждый раз, 3 октября, весь город Ляйден кушает это блюдо. Гюч-пот, которое мы сегодня с вами и приготовим. Для нашего Гролинского горчичного супа в воду кладем грамм 400 суповой говядины и ставим на огонь. Пока готовится наш мясной бульон, приступим к приготовлению к знаменитому традиционному нидерландского блюда гюч-пот. Для этого нам нужно взять с вами 600-700 грамм свежей говядины, порезать ее крупными кусками, примерно 5 сантиметров на 3, чтобы мясо оставалось сочным, несмотря на то, что будет долго тушиться. В кипящий говяжий бульон мы добавим с вами большую морковь, стручковый сельдерей и репчатый лук. Поставим, бульон готовится. Закладываем в толстостенный казан или толстую кастрюлю, добавив немного оливкового масла, нашу с вами говядину. Обжаренные кусочки говядины выложим из чугунка. Мы поджаривали говядину до образования хотя бы небольшой корочки. В том же казане мы обжарим порезанный крупными кольцами лук. Добавим в обжаренный лук нашу говядину, добавим еще грамм 150 красного вина и немного бальзамического или ямлочного уксуса. У нас есть бальзамический крем, пару капитал для аромата. Добавим еще стакан воды и оставим тушиться примерно на полтора часа. В наш почти готовый бульон добавим пару ложек морской соли, черного перца и пару веточек розмарина и тимьяна. Наш бульон практически готов. Вынимаем из бульона овощи и мясо. Процедим бульон. Бульон пока оставим в сторону, пусть он остынет. И займемся с вами приготовлением гарнира для гюч-пота. Два килограмма картофеля очищенного, килограмм моркови и килограмм лука порея. Порезали для приготовления крупнозернистого пюре. Ставим наши овощи на огонь, доводим до кипения и минут 40 тушим их до готовности. Наш грудинский горчичный суп практически готов. Но нам необходимо поджарить бекон, 100 грамм бекона, нарежем крупными кусками. И поджарим в урной сковороде до крутящей корочки, без масла. Наши овощи до гарнира практически готовы. Мы их должны посолить, добавить немного перца. После того, как мы их посолим, дать им 3-4 минуты провариться. Наши овощи готовы. Слив в воду, делаем грубого помола пюре. Добавляем 100 грамм сливочного масла и разомнем пюре. Картофельное пюре для традиционного гючпота должно быть крупного помола и традиционного из-за моркови оранжевого цвета. Цвет королевской семьи, а раненый на салу. Приступаем к кончетной стадии приготовления голландского горчичного супа. В кастрюлю с толстыми стенами кладем 150 грамм масла. В растопленное сливочное масло добавляем примерно 100 грамм муки. Непрерывно помешивая, чтобы не образовывались комочки, в кастрюлю добавим 2 литра говяжьего бульона. Сейчас в суп мы добавим с вами 2 ложки острой горчицы, 3 ложки сладкой гронидинской горчицы с крупными зернами. Четно помешивая, вливаем 250 грамм сливок. Горчичный суп готов. Готовый суп украшаем мелкопорезным луком порея и, конечно же, бекон. Лучшим дополнением к нашему гронидскому горчичному супу будет пилый бакет, зажаренный в духовке. Почти готовое мясо добавим и любых специй по вкусу. Перца, морской соли, наше мясо готово. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами побывали в очередном кулинарном путешествии. Как говорят голландцы, Айкс Майкель Эйк. Приятного аппетита!